всем привет дорогие друзья вы на канале печки лавочки это самый позитивный семейный влог уже долгое время уже долгое время и подписчики просят и мы все собираемся это показать вот в этом ролике мы хотим показать какую квартиру мы приобрели до вторичное жилье что у нас было и что у нас получилось как проходил наш ремонт в общем приятного просмотра так ну что давайте пройдем в детскую комнату сейчас это уже детская конечно столько было различных планов на эту комнату у нас розетки как вы видите да что на таком уровне на котором никто никогда не делает потому что и так много да немного немного нет но в одном месте месте потому что как у нас было здесь планировано что мы здесь делаем подиумную кровать подиумную кровать здесь такой шкаф антресольки снизу такая тумбочка здесь телевизор должен здесь на всю стену должен был быть шкаф да а вот там где розетки вот там должен быть телевизор быть а вот эти розетки должны были для зарядки там телефонов то есть там такой высокий был бы комодик такой да вот но жизнь несла свои коррективы да а помнишь какая-то комната была да мы когда заехали обои здесь были такие желтые старое ужасное окно с такими дырками и мы эти обои сняли мои родители нам отдали хотели у себя обои поклеить отдали нам поклеили просто временно временно просто для того чтобы снять этот старый запах пол здесь точно также был паркет убитый ушатанный вот его здесь реставрировали есть ролик да я все ролики которые значит на этапе нашего ремонта были я оставлю либо в описании либо здесь вот будет ссылочка то есть я по ходу буду рассказывать потолки натягивали потому что у нас наружная проводка наружная правда вы как видите да то есть провода в наружу не идут они все там в штробе но разводка идет вся от щитка который я сделал в квартире от щитка идет по потолку что теперь это здесь детская стоит детская кровать пока мы здесь это спим на полу вместе с детьми кровать двуярусная пиклер здесь он пока служит шалашом прикольная вещичка вообще класс накрыли я дети любят там всегда мечтала шалаше залипать в нем ну и конечно стены ребят стены это было просто какое-то наше самый долгий проект на такой проект до который реально длился очень много времени почему потому что каждый вот этот вот рисунок здесь же сколько слоев подложка один слой потом где-то мы там наносили через трафарет через тюль три вида тюлей это тоже каждый считай слой практически потом еще до конковкой а потом это все под замазывали когда такая мазанка потом покрывали одним цветом здесь покрывали потом вторым цветом ну была листировка общая и здесь еще перламутр и здесь еще вот элементы под золотой и бирюза такая вообще задумка такая была достаточно сложная да но это такой самый наш долгий проект длился он наверное недели две полторы это точно спим мы еще на полу мы все же спим на полу пока мы пока еще дети не спят на кровати кстати по поводу паркета я хочу сказать что здесь паркет восстановлен ярославом просто изумительно покрытие здесь действительно классная я его контакты тоже могу оставить потому что мы на своем горьком опыте потому что вы знаете тяжело специалист зале в зале паркет восстановили ужасно он уже ужасный он уже ужасный все полезно потому что был водный лак а здесь там какой-то полиуретановый или какую ночью другой маня уже крепкий лак и восстановлен замечательно здесь значит здесь здесь сначала что а мы тут как-то все вместе я уже даже не помню мы делали кирпичики и здесь эту стену декоративку наверное стена была первая потому что я сделала похоже в коридоре в начале и потом здесь мы повторили как они много цвета другие получились серого 2 стена с декоративки до 2 стена моя вообще в жизни декоративка была нанесена еще кстати на эту стену да но мне она или воля не понравилось и поэтому мы все потом цикотали в кирпич вообще у нас кирпич это был какой-то пизик такой наш коридор это тоже была такая эпопея которая ремонт в этом коридоре длился практически самого нашего заселения потому что здесь полы меня тены переделывались но вообще любители были переделать все что мы делали поэтому очень странно честно говоря у нас это все сейчас он сохраняется пока я уже хочу вот когте . это убрать она пришла уже в негодности я хочу ее снять и доклеить кирпичик потому что уже дети к ней встают и она уже такая в общем что здесь было здесь лежал когда мы заехали сюда линолеум до половины линолеум лежал до половины в начале здесь а там вообще просто гитар какой-то переход непонятно ковровой дорожки ковровой дорожки в общем было непонятно что и на стенах были обои ну обои были визе на стенах тоже это дело понятно что старые двери все это дело демонтировалось все это рушилось крушилось стены выравнивались все в один уровень конечно вот эти вот все откусы помнишь как и делали как опалку поджимал какие-то распорки какие-то такие от швабры эти швабры подпирал но это было вообще конечно цирк и это все дело тоже фотки вставлю чтобы вы понимали вот здесь лежал везде ламинат мы постелили ламинат и как раз было в больнице кстати легла в больницу я в это время стил ламинат но потом спустя время я заметил что здесь здесь был перепад пола мы покупали подложку такую хвойную толстую толстую я думал что она снивелирует вот эту вот неровность и ламинат не будет нигде играть трещать но в итоге в любую все равно вот в этом месте он потрескивал снимаю ламинат было здесь плитка ламинат он у нас пошел в принципе на пол на балконе у нас туалет тоже ламинатом и шкафу на потолке ламинат то есть мы в принципе нашли чтобы вы понимали плитку я когда клал я брал первый раз первый раз самый первый раз я учился клеить на ванной первая была плитка моя поклеена в ванной значит но там маленькая здесь такая 60 на 60 клеилась плитка по несколько плиток в день да чтобы можно было ходить чтобы можно было ходить это раз а во-вторых я же это все делал после работы мне хватало времени на одно ведро даже на одно наверное максимум два замеса и этот один замес хватало на пару плиток почему потому что тут либо нужно было выравнивать пол в один уровень стяжку заливать либо где-то вот это вот подбивать сбивать но я решил как сделать я просто думал подумал что где пониже там клея побольше но и в этот слой клея слой клея был ну наверно максимально сантиметра два если уже был совсем вот такой вот слой клея нужно было накладывать я уже плитки какие-то то есть слойный слой слой на слой в общем честно говоря укладкой этой плитки это тоже отдельная была история но я правда не заснял мы еще не снимали на зато пол нас теперь везде переходящий в один уровень вот здесь был начальный это в этом углу большая точка пошла 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 здесь это все выводил и кстати в коридоре здесь я еще заливал стяжку потому что здесь был совсем большой уровень я помню что здесь еще под залил немножко потому что ну совсем перепад очень большой в принципе сам положил плитку в туалете тоже сам положил плитку ну принципе по ремонту как бы не то что там хвастует ну мне как бы было интересно и потом ты вот этот стол подложил наверно сначала его обложил а потом ты кирпич белый мучила его сначала его обложил потом была мина а потом плитка а потом а потом так и белый кирпич пошел у нас кабины у нас туалет и ванна как встроенный поэтому видите какой нас уровень с полом разные перепад вот это конечно самый большой минус квартире это кухня наш здесь тоже есть один такой проект который для нас был интересный принципе на в осуществлении это вот эта стена называется это метод 1000 линий это декоративка делается абсолютно просто и вообще у нас нигде из этих самых из стен не использовали мы никогда дорогие декоративные материалы все делалось исключительно из самой обычной шпаклевки ну и конечно же кирпичи везде мы кирпичи и тоже мы как были такие пара да везде бездетная и в столы ничего мы еще тогда не думали мы думали сделать себе барную стоечку как мы сделали зато здесь места много да и белый цвет он как бы расширяет пространство поэтому вот и кирпичи у нас в принципе вот мы делали чтобы светло было а было здесь было здесь конечно но тоже белая кухня была же белая кухня но под белой плиточкой знаменитая масляная зеленая красочка которая там даже белая мне кажется голубая к это было плитка нет ну в общем обычная стандартная советская да и масляная краска молоточечком топориком и средствами всяким это было кашуар все способы и феном это был ужас единственное что на балконе когда я сбивал я уже сбивал перфоратором брал зубила и вот так вот перфоратор тянул на себя сбивал стена на балконе тоже одна отдельная была история помнишь какая она была вся какая-то как во первых она была таким горбом вот таким горбом одна стена а вторая стена просто кривая ну в общем стены тут они равнялись все здесь кстати на кухне тоже до этой стены были поклеены нами обои временно а на этой стене были самодельные кирпичики значит малярной лентой швы сначала наклеили потом замазывали все штукатуркой потом малярный скотч отрепляли и получился получался вот такой вот кирпичей ну в общем тоже поэтому это все сняли вообще вы можете конечно задать вопрос так зачем убитую квартиру что не видели что берете вот во вторых в любом случае ты когда берешь квартиру вторичное жилье и первую очередь берешь стены просто стены и ты понимаешь что жить в том ремонте которые есть сейчас в этой квартире ты не будешь в любом случае будешь делать ремонт поэтому какая мне разница здесь были поклеены обои более менее новые или старые если все равно и буду снимать поэтому основными обоими уже было бы дороже поэтому такой был расклад плюс местоположение квартиры нам было выгодно но у нас было несколько факторов это где располагается здесь все вообще рядом второй момент это то что на зимой теплая здесь батарея стенах но это была самая теплая квартира с того что мы смотрели здесь реально зимой жарко и третье это то что площадь квартиры большая здесь почти 60 квадратов поехали дальше по поводу ванны тут конечно тоже как у всех вот эти вот старых квартир здесь вообще вы ужас ванна плитка там с какими-то вот здесь надо было голубая раковина жуткая раковина была вот если поколение она почти в уровень с ванной мы уже хотели беды а получилось ну и в общем понятно все это дело тоже снималась висел тут провод такой какой свет тут какой-то на лампочке просто на лампочке надо было просто включить в розетку ну в общем тоже это все рушили ломали переставляли а здесь тоже краска была масляная тоже была масляная краска и это же все сбивали переносили полотен засушитель да здесь мой нам сантехники выводили новые трубы делали вывод ну потому что раковина была с этой стороны здесь был первый мой опыт укладки плитки здесь тоже натяжной потолок и поставили душевую кабину чтобы было вместо больше по туалету тут принципе ничего такого плитку и ламинат который у нас лежал на коридоре мы зашили здесь потолок и сделали такую нишу хозяйственные всякие баночки принадлежности принадлежности да ничего тут такого не и кстати вот интересная вещь хотя мы выключатели поменяли у нас были такие кручевки и они вышли из строя те которые часто использовались они уже так в общем недолговечные можете не мать это не керамика это просто пластиковые пластиковые да пластик керамика дорого мы поэтому поэтому заменили на такие клавишные по поводу очень хорошая идея выключатель на вытяжку сделать туалете сидишь о включил выключил но она там две минуты будет на время выставить таймер отключения ну и все принципе тут по коридору это первая декоративная стена которую сделала оля в основном да я в принципе тут особо рук своих не прикладывал все это было твой опыт первый мы вот эти все мазанки и трафареты мы тогда купили вот мы хотели сделать лисирующий лак я тогда впервые попробовала почему у нас другая стена да получилось немного по цвету отличается ну то есть я еще не умела делать сколировку колировку да миссирующий лака нормально здесь тоже это стена была сделана тернате полом стиле нам тоже не понравилось и мы все это закатали как причем остались от нее вот только вот эти круги делаются обычной щеткой сайте центре преворачивается намазывается здесь раствор нравится проворачивается получается по поводу зала здесь я кстати вам скажу что практически ну очень много наших снято было роликов и я как помню вот смотрю старые ролики мы когда уже поменяли окна но стены все да все было старое еще и помнишь откоса здесь не было здесь были такие куски этих обоев еще даже наклейки на окнах еще были наклейки на окнах и мы это все дело снимали вот в таком вот виде это было конечно пересматривать я пересматриваю боже мой да юра ты зачем ты снимаешь потому что ну реально видов капец просто капец но негде было ну да было негде шел ремонт а у нас на из действияла кухня временно кухня у нас вообще кочевала старая наша кухня потом опять туда перенесли ну в общем да было конечно интересно и снимали здесь тоже какие-то приготовления ну как-то жили в этом ремонте как говорится ремонт длиною в жизнь можно сказать да сколько лет мы ремонт делали зато все сами зато все практически да сами вот как я говорил что здесь вот паркет он уже здесь пошел вот швак здесь уже есть такие он весь щели сам по себе лак поцарапанный уже вот ну в общем водным лаком даже не думайте если будете устанавливать но мы кстати но мы не жалеем что сохранили паркет полы теплые и намного конечно лучше чем ламинат здесь тоже ну понятно все было в старых обоях все поснимали ну здесь уже не мудрили мы никую декоративку здесь просто хотя я очень жалею что тебя послушала и остались у нас собой ну и все в принципе купили мебель как везде вот практически в каждой комнате у нас есть кирпичи у нас те на самом деле почему кирпич у нас в стенах батареи и благодаря кирпичу у нас была вот такая легкая легкий вариант зашить отверстие потому что здесь вот если вы видите вот вентиляционная плюс откосы поэтому кирпичи нас конечно в этом плане спасли здесь тоже у нас новый элемент нашей мебели теперь мы кстати сделали даже небольшую пересыловку мы подвинули диван туда ближе к тому шкафу потому что сюда нужно было вставить наш новый пылесос это пылесос розни его он здесь моющий короче полностью автоматический контейнер для чистой воды контейнер для грязной воды здесь всасывается пыль которая собирается пылесосом вода не заливается в этот пылесос а там благодаря системе смачиваются только лишь салфетки они крутятся в общем тема тема конечно круто я особенно если у кого-то большое пространство плитки все в ламинате там или еще в чем-то вот но большие площади то конечно такой пылесос это просто вещь незаменима но вы пока его маскируем потому что дети здесь заставляем да а так вообще конечно для поддержания ежедневной такой чистоты конечно это и я вам скажу что влажная уборка на уровне то есть там эти щетки хорошо вымывают и хорошо чистят плюс значит преодолевает у нас порог два сантиметра не каждый пылесос робот пылесос преодолевает эту высоту этот с легкостью то есть там там даже нету такого что он там как-то там пытается он просто его переезжает вот вещь действительно классная ссылку мы оставим на него ну единственное что цена конечно таких роботов пылесосов она пока еще такая высокая по сравнению с обычными роботами пылесосами но я говорю что вещь классная ссылка будет в описании пылесос я вам сразу хочу сказать что тяжелый поэтому если вы его будете приобретать то просто так с овощкой вы его не дотянете он как бы увесистый объемный и увесистый это мечта любой женщины беленький 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 а тут еще есть две насадки это сменные это сменные не круглый такими вот круглёнными да он с круглёнными краями углами такими для того чтобы я так понимаю в углах еще интересно какой громкости его работа у посмотрите прям все действительно робот ага ну то есть вот хорошо видно что-то делает а вот все обмывает вот видите он щетки смачивает щетки смачивает да в нем воды нету в самом пылесосе она базе вот она сейчас промывает щетки и быть влажными щетками будет мы сейчас как раз по полу посмотрим ну как минимум влажная такая уборочка она здесь доброта давай на зарядку вот такой вот у нас ремонт как и говорю уже длиною жизнь в принципе он завершён завершён вовремя на на любителя как бы мы не ждем да не ждем каких-то от всех прям положительных эмоций у каждого свой вкус и здесь как бы мы ничего своего не навязываем просто показываем как из того что было мы своими руками сделали более-менее красивая вот такие вот у нас ребят печки лавочки получились всем пока пока